Николай Бондаренко Николай Бондаренко Как всегда прокомментировал эту новость более чем эмоционально Вот этот комментарий Друзья, всем привет! Просто сенсационная новость Такого наша страна еще не слышал за всю историю своего существования Лидер, или правильно сказать председатель партии «Единой России» Дмитрий Анатольевич Медведев Может не оказаться в федеральной части списка на выборах в Государственную Думу То есть еще раз, чтобы у всех было понимание Руководитель самый, блин, ну казалось бы, должен быть авторитетный, популярный, умный, талантливый И должен быть паровозом, должен быть двигателем То есть представляете, сколько партий в стране Сколько за историю современной России было случаев Это первый прецедент Когда у токсичной партии еще, блин, более токсичный лидер Что они в конечном итоге его катапультируют не просто с поста председателя правительства Но и на выборах в Государственную Думу Дальше он пояснил, что Иера не скрывает Что такое решение принято в связи с низким рейтингом ее лидера Ну и она в душе высказалась Все, что он думает, высказал о данной ситуации Ролик на одном из каналов Мандаренко, убежище оппозиции Название лучше зачитаю Единая Россия тонет Медведева хотят убрать с выборов в Госдуму Этот ролик там легко посмотреть Конкретно он сказал, что ситуация хорошо показывает Насколько же изжила себя власть И насколько же изжила себя Единая Россия Раз ей даже практически некого выдвигать федеральный список на выборах И о каком конституционном большинстве в Госдуме Которое они там хотят иметь При таком раскладе, можно говорить, тем бы 5% барьер преодолеть Они же планируют в новом составе Госдумы занять не менее 70% места Что понятно, нереально и понятно, ни один нормальный человек во что не верит Хотя, конечно, ясно, что они собираются прибегнуть к помощи фальсификации К помощи административного ресурса Ну и понятно, Николай Бондаренко просит как можно шире распространить данную информацию Что ей делать Что здесь можно сказать? Думаю, все, что происходит закономерно Вчера в статье и в ролике Обращение Бондаренко к людям в связи с выборами в Госдуму Я уже подчеркнул, с чем я категорически не согласен В частности, у Бондаренко и вообще у КПРФ Прежде всего, я не согласен с тем, что они упорно называют строй в России капитализмом В современной России Это глубокое замуждение В России нет никакого капитализма Равно как и в Советском Союзе не было никакого социализма В нашей стране еще со времен Ивана Грозного сложилась совершенно другая социально-экономическая формация Ее старое название – азиатский способ производства, АСП, а современное – политоризм Это хорошо отработано в настоящем коммунистическом учении Из его же необратимого изуродованного варианта, так называемого научного коммунизма, политоризм был вымаран еще при Сталине А точнее, он был вымаран лично Сталином Мой подробный ролик о политоризме будет на конечной заставке Но здесь я хочу кое-что добавить к тому, что сказал вчера и к тому, что сказал в ролике о политоризме Дело в том, что политорная система может существовать только в условиях информационной блокады Она совершенно не способна уживаться с правдой Поскольку она изначально построена на лжи и демологии Это касается не только советской и современной российской системы Это касается вообще любой политорной системы, начиная еще со времен древнего Египта В наше время много говорится о том, что якобы погубило Советский Союз Скажем так, мнений здесь слишком много и все эти мнения слишком разные Между тем, Советский Союз погубил только одно Его погубила политика гласности Горбачева А еще точнее, его погубила правда А еще точнее, возможность эту правду открыто говорить Которую в нашей стране людям дал Горбачев Именно его политика гласности сняла информационную блокаду И это привело к тому, что паразитический класс номенклатуры потерял социальную опору Далее система в Российской Федерации начала изменяться Трансформируя в капиталистическую Но Путин при як власти эту систему опять превратил в политарную И сделал главное, что здесь нужно было сделать Он опять восстановил информационную блокаду Он де-факто опять монополизировал средства массовой информации Но дело в том, что он проспал интернет И сегодня благодаря интернету информационная блокада в России опять рухнула И сказать людям правду Ну или разоблачить псевдокоммунистическую идеологию Ну или псевдолиберальную Или псевдоправославную Которая сегодня прикрывается политарной системой в нашей стране Сегодня не мешает ничего И появилось совершенно новое явление Политики блогера Одним из которых, безусловно, является и Николай Бондаренко И в силу именно в том, что на их стороне правда И номенклатура сегодня ничего не может этому противопоставить И поэтому выглядит все более и более жалко Я уже говорил как-то, повторюсь еще раз От правды есть только одно эффективное оружие Блокада информации Никаких других нет И для того, чтобы предсказать крушение И очень скорое крушение политарной системы в нашей стране Не нужно быть пророком Она обречена рухнуть и рухнуть очень быстро Если, конечно, номенклатура не найдет возможности какой-то Взять под контроль интернет Впрочем, это вряд ли Да и долг каждого порядочного человека Помешать номенклатуре сделать это Напоминаю, с позиции ноосферного мировоззрения Блокада информации – это главный признак фашизма И, конечно, долг каждого порядочного человека Не позволит номенклатуре восстановить в нашей стране фашизм Но о том, что такое ноосферное мировоззрение Мы, надеюсь, потихоньку будем говорить все больше Если понравился ролик, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах Пишите комментарии Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно вы видите на конечных заставках Смотрите мои аналогичные ролики Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!